И теперь возникает вопрос, а чего же РТСС больше? Насколько быстро эта личина растет? Ну, понятно. Сколько, правда же? Да. Вот сейчас я применю двумя разными способами вероятностный метод математической ожидания и объясню, чего эта личина больше. Давайте рассуждать. Давайте не теоремум писать, а постепенно к ней подходить вместе. Давайте рассуждать. Вот что вообще означает утверждение о том, что диагональное, скажем, число Рамсея больше какого-то натурального числа R? Вот само это утверждение, давайте я вот так скобки обведу, вот такое утверждение. Что оно означает? Чему оно равносильно, если сказать это словами, просто исходя из определений? Что для R существует конструкция, в которой не будет ни полной красной глики на... А кликайте есть? Да, не красной глики на S вершинах, не красной глики на... Синий... Можно коротко сказать. Ну, то ли целиком красный, то ли целиком синий. Найдется одноцветный ХМС. Так, друзья, все успеваем? Да. Вот, а отрицание этого утверждения, как раз вот, содержащиеся в том, что R от СС больше, чем R, оно звучит так. Существует раскраска КН, ревод КН, раскраска ревод КН, при которой нет одноцветного КС. Вот, друзья, вот это надо осознать. Всем понятно? Да. Существует такая раскраска ревод КН, при которой нет одноцветного КС. Ну, можно в этих терминах рассуждать. Мне, конечно, очень приятно будет потом рассказать вам, что это задача про случайный граф. Но это я расскажу потом. Помните, что случайный граф такой? Да. Вот, на самом деле, задача про случайный граф. Но это я расскажу чуть позже. А пока будем рассуждать в терминах раскрасок, чтобы вас не забыть. Вот, существует раскраска, при которой нет одноцветных легков. Как доказать существование какого-то объекта? Мы с этим неоднократно уже сталкивались. Предположишь, что... Нет, нет, нет. Надо взять этот объект случайно. Из большого мешка. И доказать, что он существует. Что он обладает нужным свойством с положительной вероятностью. Ну, например, матожидание посчитать как случайные величины. Помните, да? Да. Вот сейчас все сделано. Существует раскраска рёд. Но давайте... Мы пока не знаем, чего эра ДСС больше. Правда же? Мы же не придумали пока никакой отсылки. Ну, давайте просто возьмём какое-нибудь натуральное число. Не важно. Любое совершенно. Сто. Я зафиксировал. А, ну, взяли сто. Не понравилось сто. Ну, ладно. Взяли миллиард. Квадрилю. Что хотите. Всё. Зафиксировали. Да? Ну, давайте возьмём случайную раскраску. Возьмём случайную раскраску. Рёдер К вот с этим индексом Н, с этим числом. Случаемную раскраску рёдер КН в красные и синие цвета. Но что значит случайность? Может, по-разному понимать случайность, да? Мы с этим сталкиваемся. У нас бывают разные пространства элементарных событий. Вот как здесь понимать случайность? Ну, я предлагаю понимать так. Давайте просто каждое ревро этого полного графа независимо от всех его остальных лёгер. Красить в красный цвет с вероятностью одна вторая и в синий цвет с вероятностью одна вторая? Ну, да. Как это называется? Такой процесс? Класс. Ну, в теории вероятности как называется такой процесс? А? Такая? Ну, в принципе, это классическая вероятность, да. Но сама процедура раскраски напоминает не классическую вероятность, а что? Схему испытаний Бернули. Другое дело, что вероятность П маленькая равняется одной второй. Да. Поэтому в итоге мы получаем классическую вероятность, да. Но это схема испытаний Бернули всё-таки. Мы красим рёбра полного графа на вершину согласно схеме испытаний Бернули с вероятностью успеха одна вторая. И не удача одна вторая. Но вообще согласитесь, что это и будет случайный граф. Потому что мы можем считать, что красные рёбра – это рёбра, а синие рёбра – это не рёбра. Получит случайный граф. Да. Вот это понимаете, да, что когда мы случайным образом красим рёбра КН в красные и синие цвета, то по сути мы получаем случайный граф, состоящий из красных рёбок. Обычно случайный граф. Так. Ну вот берём случайную раскраску рёбра, так вот её осуществляем в красные и синие цвета. Так. Ну, контрольный вопрос, чтобы уж всё совсем было понятно. Всегда вероятно, вероятность конкретной раскраски. Она чему равна? Она вторая в степени c из n по 2. c из n по 2, да? 1 поделить на 2 в степени c из n по 2. Вы, в принципе, правильно сказали, что это классическая вероятность всего раскрасок 2 в степени c из n по 2. Значит, каждый из них возникает с вероятностью 1 поделить на 2 в степени c из n по 2. Ну, или если говорить в терминах схемы, вернули, то да, мы перемножаем половину цезам по два раза и получаем одну вторую степень цезам. Понятно. Это одно и то же, конечно, но вот тем не менее. Хорошо. Так, взяли случайную раскраску. А сейчас будет случайная вечера. Еще, чтобы зафиксировать договоренности по теории вероятностей, получается, что элементарный исход – это раскраска, да? Да. Ну, и что тоже самое играло. То есть это, по сути, случайный играло. Ну, хорошо. Элементарный исход – это раскраска. Итак, мы договорились, что вероятностей каждой такой раскраски один поделить на два в степени цезам по два. А теперь давайте возьмем случайную вечернюю х, которая зависит, конечно, от раскраски. У нас элементарный исход – это раскраска. Значит, аргументом случайной вечернии служит раскраска. Правильно? Так, знаете, как мы ее сейчас определим? Это будет число одноцветных КС в КН в раскраске омега. Это случайная величина, она устроена так. Вот мы берем на обун лазере раскраску, да, бросаем монетку, монетка – получилась раскраска. И вот мы считаем, сколько есть неприятных S-квик. Неприятных в том смысле, что они одноцветные. Ведь, посмотрите, нам-то нужно получить вот такое неравенство, да? А оно, как мы помним еще, вот я не стер пока что специально, оно равносильно существованию раскраски, при которой, внимание, нет одноцветных КС. А Х мерит степень гнусности данной раскраски. Сколько в ней есть КС, которая одноцветная? А? Пожди, надо посчитать. Сейчас надо будет посчитать материн. Да, это правильно. Так, могу я стирать? То есть понятно, что Х мерит степень гнусности раскраски. Вот, смотрите, если бы Х оказалось равным нулю, тогда было бы не гнусно, тогда было бы то, что нам нужно, правда? То есть, если бы мы доказали, что существует такая раскраска омета, на которой Х равняется нулю, то это и было бы то, что нам нужно. Так, надо сейчас осознать. Сознается, да? Да. Во! Давайте считаем материн. Вообще говоря, мне кажется, что мы способны это сделать.